Копать осенью грядки или не копать? Вот в чем вопрос. В верхнем слое почвы живут аэробные бактерии, и для их жизнедеятельности и развития нужен кислород. А в нижнем слое почвы живут анаэробные бактерии, им кислород не нужен. Когда мы перекапываем почву с переворотом пласта земли, мы одним махом губим и те, и те бактерии. С другой стороны, многие дачники почву на своих грядках в обязательном порядке перекапывают, и без рожая вроде как и не остаются. Где же истина? Почему принято было всегда перекапывать почву? Мы избавляемся от сорняков, от вредителей, и такая почва, если ее не броновать, отлично задерживает снег. А, соответственно, она весной лучше напитается влагой. В данной ситуации я считаю, что истина посередине. На этой грядке росли баклажаны, я только что их удалила. Давайте посмотрим качество моей почвы. Я попробую лопату вдавить в почву. На свои грядки я вношу большое количество разрыхляющих компонентов. Вы все это знаете. И мне не приходится прилагать больших усилий, чтобы обработать свою почву. Я почву не перекапываю глубоко с переворотом пласта земли. Я ее приподнимаю и разрыхляю. Я не очень люблю спорить на эту тему перекопки. Поэтому, если вы хотите копать свои грядки, копайте на здоровье. Но весной вносите дополнительную порцию бактерий, вносите разрыхляющие компоненты и мульчируйте ваши грядки после высадки рассады. Тем самым вы создаете благоприятные условия для развития бактерий. В этом сезоне я начала работать с профессиональным инструментом из Европы. Моя работа стала настолько комфортной, что я регулярно пополняю свою коллекцию. Хвастаюсь вам своей новинкой. Это облегченная лопата. Облегченная она из-за того, что в ней есть прорези. Девочки, это самый идеальный вариант для нашей с вами работы. Лопата кованая. Она сделана из единого куска шведской стали. Зубья лопаты позволяют работать с тяжелой почвой. И еще они хорошо перерубают корни. Главное преимущество этой лопаты в том, что она настолько прочная, что производитель дает на нее гарантию 100 лет. Еще немаловажное удобство – это конструкция ручки. Очень удобно работать. Несмотря на то, что эта лопата облегченная, тем не менее, ее вес позволяет очень комфортно работать на грядках с укультуренной почвой. А теперь давайте ее проверим на почве, которую никто никогда не перекапывал. В этом месте почва утрамбована, как асфальт. Ее не то, что не перекапывали, ее даже не рыхлили ни разу. Как видите, лопата входит как по маслу. Я всегда откровенна со своими зрителями. Меня часто просят рекламировать садовый инструмент. Я всегда отказывалась. Дело в том, что в масс-маркете, где стоит дешевый инструмент, который мы с вами довольно часто покупаем, который постоянно ломается, он не нуждается в рекламе. Мы все равно будем его покупать, потому что не всегда есть средства, чтобы купить сразу качественный инструмент. Но другое дело, когда я прихожу в магазин, покупаю довольно дорогой инструмент, а он все равно ломается. И такое у меня тоже происходило часто. Это единственный инструмент, которым я работаю, который рекламировать на данный момент не стыдно. Он идеален. Перчатки, которыми я работала половину сезона, были приобретены на этом же сайте. Они выдержали проверку, они действительно не пропускают грязь, заботятся о маникюре и о руках. Для меня это важно. Особенно важно это сейчас, позднюю осенью, с завтрашнего дня начинается сильное похолодание и дожди. И работать в этих перчатках очень комфортно, потому что еще и тепло. Если я буду работать с водой, то сверху можно просто надеть резиновые перчатки. Будет очень комфортно, потому что эти перчатки, как вы видите, плотно облегают руку. Ну, если, конечно, их правильно подобрать по размеру. Интернет-магазин садового инструмента из Европы с гарантией 100 лет. Продолжение следует...